Добрый вечер. Я знаю, что вы получаете удовольствие от беседы и вкусной еды. У нас особый деликатес для вас сегодня приготовлен, а это возможность увидеть цвета университета Texas A&M. Мы очень рады, что мы продолжаем наш путь в глубокий космос. И поскольку мы празднуем очередную годовщину эпохи Аполлона, мы также сфокусируемся на Техасе и, соответственно, с университетами, это РАИС и Texas A&M. А также уже 4 года работает факультет от университета Texas A&M в Clear Lake рядом с центром имени Джонсона. Хочу предложить вашему вниманию нового докладчика. Это человек, который имеет большой опыт работы в космической программе, который также имеет непосредственное отношение к университету. Вы видите, что получилось. Мы дополнительную программу осуществляем сейчас, которая помогает объединить университет Texas A&M и университет Clear Lake, и профессор Мелинда Шеффилд-Мор, который является профессором факультета по обеспечению здоровья и специалист по кинезиологии. Здравствуйте! В Университете Texas A&M традиция наша любой доклад начинать с возгласа «хауди». «хауди» – это означает «давайте обеспечим тишину для того, чтобы выслушать доклад и продолжайте кушать». Когда меня попросили поучаствовать в этом форуме, спасибо большое Бонни Дарба и господину Эбби. Мне очень интересно будет, я думаю, вам будет интересно услышать мой доклад относительно космической физиологии, в которой я принимала участие. Я не про себя здесь буду рассказывать. Мне в течение 15 минут трудно будет говорить о себе, поэтому давайте я буду говорить о тех программах, которые мы выполняли вместе. Я вам расскажу, в каком контексте я здесь оказалась, конечно. Немножко об истории, о том, каким образом я выросла здесь, в этом районе. Как Бонни сказала уже, я хочу рассказать вам о своем опыте работы в Университете UTNB. И сейчас я возглавляю факультет в Университете UTNB. И у нас имеется хорошая партнерство между двумя университетами. Я хочу сказать о тех задачах, которые стоят перед нами, и что мы делаем для того, чтобы их преодолеть относительно космической программы исследования глубокого космоса. Как вы видите, я попробую на экран вывести свой доклад сейчас. Я хочу сказать вам, как небольшими шагами мы выйдем на большую дорогу. Это интересное, наверное, обсуждение, что касается физиологии, космической медицины. Некоторые вопросы, которые нам необходимо будет решить с помощью новых средств. Это новая центрифуга, которая у нас работает в настоящее время, это же формирование новых программ. В самом начале, как вы видите, я хочу показать вам фотографию центра имени Джонсона в 1963 году. Мой папа в Сан-Антонио получил образование в Университете Тринити, Троице, и его пригласили работать в ILC. Вы, наверное, помните, что это такое. Это программа GNI. Он был математиком. И когда первый раз мы переехали сюда, как вы знаете, мало здесь что было вообще. То есть я выросла, окруженная рисовыми полями, бегала за утками. И на каяках каталась в Клей-Лейке. Я смотрела на звезды, которые иногда падали в Веллингтон-филд. Это место, где сейчас находится помещение ВВС. Когда мы сюда переехали, вот так оно все выглядело. Здесь мало что было вообще. Но вот это чувство, которое я испытывала, понимаю, что отец работает в такой великолепной программе, новая промышленность, новые приключения. Это для меня было очень важно. Я хочу поговорить о том, как я понимала вот этот вопрос. И вообще, почему я здесь оказалась сегодня? Почему мне как бы дали слово сегодня выступить перед вами? Как я рассказывала Бонне, в 90-м году я взяла... Я начала работать в университете, также работала по экспериментам, связанным с космосом. Вы, наверное, знали меня еще по тем программам, которые были в 90-е годы. Я работала в то время, которое было чрезвычайно интересно для нас с точки зрения науки. Мне повезло, я работала в лаборатории по науке, лаборатории, где-то Space J назывался. И мы тогда огромными шагами двигались в направлении понимания того, что из себя представляет физиология в космосе и то, каким образом мы будем подходить к вопросам по обеспечению здоровья. 50 лет уже прошло со времени программы «Аполлон». «Аполлон-50» – это следующий огромный шаг вперед. А как Бонни описала мне ситуацию, когда они с Джорджем попросили выступить, я подумала, я, наверное, не обладаю теми знаниями, которые есть у вас, но у меня есть определенное видение того, как эта работа будет проведена, физиология для работы в космосе. Я сама начала с ССС-1 и ССС-2 по физкультуре, тренажеры разрабатывали мы вместе. И оптимально физиологию как раз с помощью физкультуры изучать в условиях микрогравитации. Я наблюдала за тем, как в Эллингтон-Филлке астронавты тренировались перед полетом в космос, но вот физиология как раз привела меня к вопросу медицины. И я вот после завершения работы в НАСА, я хотела посвятить свою жизнь науке непосредственно и собственные идеи провести в жизни. Мне хотелось работать совместно с инженерами, со специалистами по диете, с диетологами, работать вместе для того, чтобы сделать как можно больше именно в этой области. Каким образом мы должны помогать готовить экипажей? Каким образом они должны тренироваться физически? Нам кажется, что мы все знаем, но на самом деле это не так. Потому что мы ограничены массой, ограничены пространством. Нужно ли нам выполнять и арабические, и силовые упражнения? Такие вопросы стоят. Затем, какие ограничения могут накладывать физические упражнения на работоспособность астронавтов? Они могут переутомляться при выполнении физических упражнений. Но самое главное, насколько мы рискуем тем, что мы уже достигли попытками продвижения вперед. Можем ли мы позволять себе такие риски, которые мы позволили себе в начале программы? Я надеюсь, что мой доклад будет более форумом с вопросами, которые будете мне задавать. Ну, хорошо. Мы знаем, что много людей готовы пойти на риск исследования глубокого космоса. Не обязательно астронавты и космонавты. Если опросить общее население, я думаю, что многие хотели бы попасть на Марс. Люди, которые не имеют отношения профессионально к исследованию космоса. Но вот что становится ясно для меня, это то, что физкультура не может быть единственным опционом по обеспечению кондиционированной для работы в космосе. Мы знаем, что потеря костной и мышечной массы во время полетов в течение 180 дней является существенной. И по клиническим исследованиям, которые я проводила по вопросам старения, было показано, что не так много требуется для того, чтобы изменился метаболизм человека. И вот это вопрос, который нам нужно будет оценить и попробовать решить, что мы можем сделать, например, с помощью центрифуги, например, который работает в институте такса СНМ. Мы понимаем, что физкультура приводит к определенному результату, но кроме того, и медикаментозные средства могут быть направлены к той же цели. Вот сейчас у нас есть данные о том, что в течение 180 дней на 11% мы теряем плотность мышечной и костной массы. Это серьезные цифры, существенные. И вот об этом, как раз, нужно говорить, это и нужно исследовать. Давайте поговорим о том, что мы знаем. Мы знаем, что сокращается уровень физической подготовки, имеется риск радиации. И здесь вот тоже нужно понимать, что касается физкультуры, это логистически непросто. Оно имеется возможность, поскольку достаточно имеются данных, которые позволяют нам оптимально обеспечить систему профилактики. О чем я говорю? Мы всегда должны иметь возможность обеспечивать физкультурное кондиционирование. В течение многих лет мы уже пришли к этому выводу. Это изучение и наземной, и изучение астронавтов, которые работают в космосе. Я принимала участие в исследовании по протеинам с Джоном Гленном, когда он возвращался в космос опять. И мы рассматривали такие вещи, как физкультура, как это влияет на концентрацию протеинов. И пришли к определенной модели по обеспечению физкультурной профилактики. С медицинской точки зрения, также необходимо понимать индивидуальные особенности объектов. Например, разные условия существуют, когда при приводнении люди в течение длительного времени не имеют доступа к еде и пищи. Здесь мы должны принимать правильные решения, должны понимать, какие организмы на что способны. Я считаю, что нам нужны дополнительные профилактические средства. Нам нужны персональные, персонализированные средства, например, пардиомики, которые могут быть индивидуально подобраны для отдельных членов экипажа. Фармакологические средства, которые могли бы помочь поддерживать работу с помощью физического кондиционирования. Мне повезло несколько лет назад, когда я еще была в университете, работала с аналогами исследовать состояние объектов после семидневного ортостатического эксперимента. Наши исследования были выбраны, и на них было обращено внимание, в связи с тем, что мы использовали также концентрацию тестерона, который был одним из ключевых моментов по определению метаболитического. состояния пациентов для определения вопросов по старению. Смотрите, вот такой протокол был предложен НАСА. Мы не думали, что он будет принят, что тестостерон не был бы первоначально, как мы думали, не был бы принят в качестве профилактического средства, поскольку это естественный гормон человека, который спортсменами употреблялся ранее. Мы не предлагали предложения, понимая, что... В общем, мы как бы, ну, рискнули, потом написали несколько научных статей в медицинских журналах. Мы сделали такой шаг, и нас утвердили, нас утвердили на то, чтобы мы изучали влияние тестостерона. И я объясню, как это все прошло. Эта группа была специально контролированная группа объектов. Там плацебо использовали люди, которые занимались физкультурой. Нам нужно было продолжать физкультурные занятия. И люди, которые с тестостероном занимались, также физкультурными упражнениями, профилактическая программа. И в течение многих лет мы давали тестостерон клинических клиентов. Мы понимали же, каким образом безопасно подавать такой гормон без риска для пациента. Бонни мне рассказала историю несколько дней назад о том... Давайте я расскажу об этом, если она, надеюсь, не возражает. Она беседовала с Каролин Антон относительно тестостерона и о том, как он используется в космосе. И они тогда пошутили, что интересно, может быть, андрогенные аффекты, дополнительные продукты, может быть, волосы у женщин вырастут, может быть, голос станет более низким, грубым. Но вот исследования, которые мы проводили, были такие уникальные, индивидуальные. Мы циклировали вот таким образом. Я сейчас покажу вам график. Здесь мы в состоянии были предупредить потерю массы, нежировой массы тела во время артистатических исследований. Бедрест – это группа физкультуры, вот это с зеленым цветом показано, эта группа поддерживала необходимую массу тела. А вот те, которые с плацебо, они ведь не смогли поддержать мышечную массу. Но смотрите, какое количество тестостерона вы давали. Мы не давали большие дозы, мы давали стандартные дозы, которые обычно предлагаются клиническим пациентам. Мы циклировали их периодически. А поскольку я занималась метаболизмом в течение многих лет, это позволило мне понять, что если бы мы давали тестостерон до и после периода времени, это период времени, там количество прогестерона, также и протеина, то мы периодически давали без привыкания. И вот синтез протеиновый проходил естественным образом, без отклонений. То есть мышцы реагировали на первоначальную подачу тестостерона и позволяли выводить тестостерон из организма без нанесения вреда организму. Как вы видите, здесь зелёным цветом и красным цветом показаны группы, которые занимались физкультурой по определённой программе с тестостероном и без тестостерона. Как вы видите, здесь идёт криво вверх-вниз, верхнее циклирование этого стимулирования, периодическое стимулирование по инъекциям, которые позволяют эстинтезировать протеин, белок. Таким образом, брали мы также биопсию мышечной ткани до и после. Это дало нам возможность определить состояние протеина и положительно могли повлиять на массу тела. Для того, чтобы можно было сравнить, что происходит с индивидуальным пародиомом, которые уже отвечают за синтез белка в организме. Один из ключевых компонентов тестостерона – это не антиболический компонент. Во многих случаях, в клинических случаях, это антихарактеристики, не использованные для увеличения, для восстановления. То есть, восстановление клеток, восстановление для обеспечения, восстановление клеточной костной ткани. И вот эта стимуляция показывает положительные результаты в активном режиме, например, при космическом полёте. Мы посмотрели на пародиом, и вот увидели результаты объединённых данных. Вот синим группам показана группа тестостерона плюс физкультура, где обмен белков проходит оптимально. И общее количество белка здесь показано также. Если вы посмотрите, как происходит фосфоризация, также какие-то структурные метаболические элементы, которые важны для здоровья мышечной ткани, наблюдая за этим изменениям в течение времени, мы увидели, каким образом группировалась и стабилизировалась ситуация при восстановлении. То есть, тестостерон и физкультура похожи на те же группы, которые занимались просто физкультурой. Некоторые элементы, некоторые объекты, соответственно, не реагировали на такое вмешательство. Некоторые реагировали явно. И для некоторых людей там это по-другому ситуация возникла. Например, обмен белков проходит на более интенсивно, в некоторых – менее интенсивно. Не кого-то меньше, кого-то больше. Но, тем не менее, объем работы был одинаков и в той, и другой группе. Тестостероном – такая ситуация. Если посмотреть на этих объектов, я их показала отдельно, они как бы на пограничной линии находятся. И здесь как раз и возникает возможность для нас какие-то выводы сделать о том, что будет, и какие оптимальные профилактические средства мы могли бы предпринять для определенных групп, для определенных людей, которые могут быть гидридатами для исследования глубокого космоса. Если посмотреть на профиль пародиомиков, вы можете определить, где лучше заниматься физкультурой, кому-то лучше предписывать тестостерон, кому-то нет, или, может быть, определенного типа функциональные профилактические упражнения могут быть предписаны. Вот это мы и увидели. Индивидуальное предпочтение различных методов стимулирования. Например, мышечная масса ног. Вот видите, например, 16 номер, посмотрите, это 20 номер. Это те люди, о которых я пока говорила ранее, они либо идеально реагировали на предлагаемые методы, либо реагировали минимально. Это позволяет нам как раз какие-то выводы сделать, может быть, не окончательные решения, но это предварительные выводы, которые могут помочь нам более правильно рассматривать данные, которые мы получаем по профилактическим занятиям. Например, контрольная группа номер 4 теряла большую мышечную массу, и другие не реагировали. Те, которые не реагировали, им нужно помогать медикаментозно и другими способами для того, чтобы защищать этого человека от влияния негативных условий. Переходим к 16, например, объекту. 16 реагировал на физкультуру приблизительно так же, как и те люди, которые также принимали и тестостерон. То есть им тестостерон не нужен. То есть кому-то нужно, а кому-то не нужно. Это все индивидуально. Этот человек может быть только физкультурой, и может обойтись. То есть, смотрите, мы можем уже какие-то выводы делать. Соответственно, этих данных, которые мы получали, например, 20-й объект увеличил массу мышечную и силу мышцы крылья. И здесь может быть минимальное количество тестостерона потребуется, и может быть циклирование этой программы не настолько важно для этого человека. Опять же, видите, здесь мы можем какие-то выводы делать. То есть по продиомике, что я могу сказать, у нас существенные изменения в массе кости имели место, и там дубантный анализ был проведен. Там была вот одна группа, которая смешанная оказалась, где дубантные средства также потребовались. И что касается, после эксперимента Бэдрест, там получилось, что уже дополнительные, какие-то выделены были дополнительные объекты, которые потребовали дополнительного гормонального исследования, дополнительной медикаментозной поддержки, для того чтобы понять, что для них было бы идеальным. То есть по продиомике, что я могу сказать о продиомике, могут помочь нам определиться с дополнительными препаратическими средствами, помимо физкультуры, для отдельных кандидатов. космический полет дает нам возможность инженерам, ученым, врачам определиться с предписанием программы максимальной помощи, то есть функционально мы должны подходить к этому вопросу. Но я считаю, что мы должны индивидуально подходить к каждому к физкультуре для того, чтобы помогать нам и астронавтам, космонавтам и прочим для того, чтобы исследовать глубокий космос и оставаться в рабочем состоянии. Если мы на массу полетим, и мы хотим использовать продиомики для того, чтобы определиться с профилактикой для индивидуальных кандидатов, нам нужно использовать центрифугу, нам нужно использовать те средства, которые есть для того, чтобы определиться, на что они реагируют оптимально. В начале своей карьеры я рассматривала вопросы по кровообращению в скелетно-мышечной системе человека. Сальдинофин мы использовали, типа Ваягры инструменты, тогда увеличивается, естественно, объем мышц, это понятно, это подтверждается другими данными по оценке состояния, которые помогают нам поддерживать метаболическое здоровье и качественную мышечную массу. Я думаю, что это будет последней головой в моей книге проведения космических экспериментов и в моей ассоциации с НАСА на протяжении многих лет. Мы представляем собой один из ведущих исследовательских институтов со связью с военным сектором. Мы находимся недалеко от центра Джонсона, и многие астронавты к нам приезжают, и мы имеем целый ряд научных сотрудников, инженеров, физиологов, специалистов по пище и так далее. И мы можем найти решение тем задачам, которые в настоящий день остаются без ответа. И таким образом мы могли бы помочь проделать огромные скачки на пути освоения космоса. Два года назад мы открыли новый комплекс по исследованию биомедицины, и к тому моменту я уже несколько лет проработала профессором, когда я попала на этот исследовательский комплекс с 12 кроватями, с медицинским инструментом, с зонами для проведения самых разных исследований. Доктор Данбар говорил, что здесь, то, что вы видите справа, это то, где мы строим центрифугу, мы подсоединяем эту центрифугу к комплексу биомедицинских исследований, что даст нам новую возможность работать с инженерами и медицинскими специалистами для того, чтобы проводить самые разные исследования. Мы получили целый ряд разрешений, и сейчас мы находимся на стадии установки новых испытательных стендов для того, чтобы проводить ортостатические исследования. То есть мы продвигаем вперед нашу область за счет синергетики между академическим институтом, правительством, военным сектором, коммерческим сектором, потому что мы подключаем компанию Lockheed Martin, и, например, у нас есть целый ряд специалистов уже на счету, которые готовы начать или продолжить эти работы. Я думаю, что наша центрифуга начнет работу весной 2020 года, и специалисты будут сотрудничать вместе, и мы приветствуем новые возможности проведения исследований. Texas A&M ведет нас в будущее. Присоединяйтесь к нам для того, чтобы проделывать огромные скачки в будущее освоения космоса. Так что присоединяйтесь к нам. Я уверена, что вы уже знаете многих лиц и многих специалистов, которые с нами работают в области биомедицины, науки, техники. Спасибо за внимание. Вопросы есть у кого-нибудь? У меня вопрос. Дэвид Александр говорит. Я хотел узнать, что вы думаете по поводу использования гормона человеческого роста. Есть университет в Шотландии, который исследует воздействие этого гормона на человека, и это, кстати, улучшает даже когнитивную функцию. То есть, что вы думаете об использовании этого гормона, по крайней мере, в маленьких дозах? Я рада, что вы мне задали этот вопрос, потому что одна из моих исследовательских областей посвящена травматическим повреждениям, поражениям мозга. Это одна из тех областей, которые мало исследуются. Она сопряжена с большим уровнем усталости, и для большого количества пациентов использование такого гормона очень полезно, потому что в их организме дефицит таких гормонов. Мы раньше предоставляли дозы этого гормона для таких пациентов, и мы видели улучшение их когнитивной функции, и улучшение их силы. Мы эти данные стали собирать, чтобы продвигать это направление дальше, чтобы понять, как мы можем... Чтобы можно было оценить когнитивную функцию, связав ее с желудочным микробионом. Вообще-то, вот этот гормон HDL, этот гормон человеческого роста, он очень интересный, потому что он требует ввода инъекций, и пока что у нас нет достаточно данных для того, чтобы понять, кому такие инъекции нужны, кому нет. То есть мы не знаем, как определить дефицит наличия этого гормона. То есть нет данных, которые точно описывают воздействие этого гормона на скелетомышечные ткани. То есть мы знаем, как он влияет на какие-то отдельные вещи, но не в общем и целом. Но с точки зрения когнитивной функции, вы точно отметили, да, этот гормон имеет положительный эффект на когнитивную функцию. У меня вопрос. Мы понимаем, что базовый уровень может варьироваться. Еще один вопрос. Вы анализировали поведение ваших пациентов, потому что мы все знаем, что тестостерон влияет на поведение. Во-первых, мы анализировали... Мы специально отбор делали участников, чтобы у них была не одинаковая начальная доза, но, по крайней мере, чтобы они были в достаточно узком диапазоне уровня этого гормона. Мы потом контролировали уровень и гормональный уровень по мере проведения эксперимента. И когда мы предоставили описание нашего проекта на совет по рассмотрению этого эксперимента в НАСА, нас попросили отслеживать именно поведенческие аспекты, аспекты тоже. Помните, что... Если вы вот вспомните слайды, у нас по всем трем группам поддерживался один и тот же уровень гормонов. Самое главное было, чтобы мышца воспользовалась более высокой дозой гормона, когда мы его вводим. Часть этого гормона попадает в липидные ткани и потом медленно оттуда выпускается в организм. То есть с поведенческой точки зрения наши дозы не позволяли испытуемым превышать нормальный или превышать норму по уровню тестостерона. Спасибо большое. Спасибо большое, доктор Шеффилд-Мор. Чуть больше информации про центрифугу. Мы сейчас проводим инвентаризацию в центре Джонсона, и мы строим здание. Надеемся, что оно будет готово в марте, и мы потом будем делать посвящение. Мы будем принимать конгресс по космическим и гравитационным вопросам. И вот что касается нашего разговора с доктором Шеффилд-Мор. Вот помните, в 80-х годах у меня в 37-м году была лаборатория с животными, где я исследовала остеопороз. И доктор Хантун, у него тоже лаборатория была рядом. И каждый раз, когда появлялась статья про потерю костной ткани, он ко мне в гости заходил. И мы тогда посмотрели на разные данные, и еще тогда думали, что, может быть, нужно гормональные реакции, какие-то делать. Но мы не особо много внимания этому вопросу уделили. Кроме того, мы хотели, чтобы у нас, когда ряды астронавтов, подсоединились женщины. Так что этот вопрос как-то затих. Но спасибо еще раз за ваше выступление. И мы с нетерпением ждем появления у вас в центрифуге. Продолжение следует... Продолжение следует...